В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня автор, исполнитель и продюсер Александр Май. Здравствуйте, Александр! Рассказывайте про свое творчество. Здравствуйте! Дело все в том, что мое творчество берет истоки еще в моем детстве. Мое раннее детство началось с написания стихов, с написания моих самых первых песен. Шли годы, и, соответственно, развивалось все вокруг меня и я. Так, в далеком, наверное, 2010 году появились мои первые песни. Записала их на студии, на нашей Трязанской, попались мне очень хорошие ребята, помогли их мне записать. И я услышал свое творчество в исполнении не просто песен под гитару, а именно уже с аранжировками, с богатыми, с мощными. И в тот момент я поверил в свое будущее. Поверил в свое будущее, но, естественно, конечно, как и у любого человека, у любого артиста, будь ли это он артист, писатель, поэт, есть, конечно, путь к развитию. Шло время, потом, спустя, наверное, еще пару лет, я записал свой альбом. Я понимал, что альбом есть, песни есть, тематика песен – это шансон. Шансон про жизнь людей, про судьбы, про наши места, про любовь, то есть все то, чем я живу. Проходило время, и я стал понимать, что мне необходимо снять обязательно видеоклип. И таким образом, пару лет назад, при поддержке проекта «Единая Россия, России важен каждый ребенок», мы снимали клип на базе детского дома. Одного из наших рязанских снимали клип про ту историю, как ребенок остался сиротой, но конец, как и в любой сказке, был удачный. Все-таки родители вернулись, образовалась счастливая семья, и все было нормально. Это был мой один из первых клипов, называется «Тысяча глаз». На просторах интернета, ютуба, он также есть. Снимали мы его довольно-таки долго, но получился именно клип. Я представил цель снять не просто картинку красивую, а именно сюжет, именно маленькую жизнь. С масловой нагрузкой. Да. Чтобы не просто зритель увидел картинки, а чтобы зритель во что-то проникся и о чем-то задумался. «Тысяча глаз глядит и ждет, ждет, когда мама». Домой позовет. «Тысяча глаз» Всплакнет сотый раз Так одиноко Тысячи глаз Слышит голоса, а сердце плачет После этого я стал понимать, что необходимо развитие какой-то и в других направлениях. Так в том году, кстати, однажды уже про это рассказывал зрителям, мы организовали благотворительный концерт с помощью Александра Данка, который приезжал к нам, давал концерт. Концерт благотворительный носил характер и, соответственно, собранные средства были частично направлены в помощь детям. В помощь детям мы ездили в декабре в Тулу, поздравляли детей с Новым годом, дети там инвалиды, к сожалению, но тем не менее мы им принесли маленькую радость. Ну, как мне кажется, жанр шансон и дети – это весьма разные, если не сказать параллельные совершенно темы. Вот как вам удается совмещать шансон и детские характеры, судьбы? Я хочу сказать, что в моем понимании шансон – это не то, как зрители многие думают, что это песни тех людей, которые были где-то, когда-то и что-то. Это все-таки направление творчества, которое выражает настоящую жизнь и судьбы людей, будь ли то дети, будь ли то простые люди, будь ли то космонавты, сантехники и так далее. То есть это песни про людей. Поэтому я в определенное время своей жизни затронул тему детей. После этого у меня также были другие клипы, где я, знаете, преследовал тему личных взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Те взаимоотношения, когда порой браки бывают не там, где царит только любовь, а где есть еще и холодный расчет. И также было все это снято в моем клипе, который называется «Капают слезы с небес». История рассказывает о том, что счастливая пара, счастливая, конечно, это в кавычках, разрушилась под тем действием, что жена захотела завладеть им имущество мужа. Заказала его убийство, написала, заказала. В главной роли снялся я. Так что я на своем опыте ощутил, что такое иметь красивую жену, которая любит тебя не только за глаза, а за твое благосостояние. Капают слезы с небес, ты под дождем мокрый весь. Если заболеешь, уйдешь, то по тебе плакать не будут. Бродяга с бородою старик, когда-то был сильный мужик. Небо нас во грехи, когда-то всех осудит. Просто объективная история. А как вы выбираете темы для своих песен и клипов? На личном опыте исходя или же как? Или что-то актуальное из жизни? Я бы сказал так. Это те случаи, которых я не хочу, чтобы были в моей жизни. Которых, так сказать, можно предотвратить. Поэтому в данном случае вот этот крайний клип, который мы сняли, «Капают слезы с небес», это, как бы сказать, я себя обезопасил на опыте, чтобы со мной такая история не слуха училась. То есть, сняв такой сюжет, а сюжеты берутся на самом деле, наверное, от людей, которых я знаю. Которых я видел, которых я наблюдаю. Именно из этих мыслей берутся эти сюжеты. То есть, можно сказать, что источник вдохновения вашего – это люди, которых вы знаете. Да, безусловно. Люди, с которыми я общаюсь, с которыми я рядом живу, которых я знаю. А о счастливой паре, без кавычек, планируете снять клип? Я думаю в мудром возрасте. Когда ко мне придет та самая зрелость, мудрость, наверное, уже наделенный, может быть, какими-то седыми элементами на своем лице и в образе, наверное, в тот момент я и сниму клип из такого жанра. То есть, пока я снимаю то, чем живу сейчас. Что я вижу, что делаю. А счастливой любви, конечно же, хочется снять какую-нибудь красивую историю. У меня есть одна идея. И в планах мы очень хотим, при поддержке моей хорошей знакомой девушки, которая в Рязани занимается большим кондитерским делом, мы хотим снять свадебный клип. Где хотим… Клип будет впервые носить сюжет не все-таки какой-то грусти, потери, а сюжет радости. Молодожены, большой торт, большой праздник. И, наверное, в следующее лето целым мы посветим это. А песня уже есть для клипа веселая, свадебная? Песня в процессе написания. Песня в процессе написания. Я думаю, что это будет настоящий рязанский хит. А какой он получится? Покажет время. Тем более, очень актуально. В Рязани недавно был праздник День любви, семьи и верности. 18 свадеб торжественно пообещали, поклялись друг другу. Вы сказали, да, вот, может быть, даже по такой празднику вам можно написать песню. Ну, я думаю, что моя эта песня и мой этот клип, она будет порождать как можно больше еще счастливых семейных пар. И как минимум каждый второй на свадьбе будет играть мои песни. Сколько всего у вас клипов? Три полноценных. Вы мне рассказали про два, какой третий? Третий – это самый первый. Самый первый клип. Он снимался в черте нашего города, снимался также в центре, в парках. Это клип романтического характера. Вот, снимались мои самые близкие и окружающие люди, потому что клип был первый, был дебют. Я еще не знал, как что получится, но клип получился довольно-таки романтичный. Кстати, он также был с элементами некого подвоха, но в конце, как обычно, красивая и счастливая семейная история. То есть сердца соединились и стали жить честным. Даете ли вы концерты? Концерты, да, безусловно, конечно. Наверное, на протяжении с 2011 по 2015 год я давал неоднократные концерты во дворце молодежи, в Рязанский дворец молодежи. Также давал концерты в муниципальном культурном центре. Взданка, который концерт у нас проходил в Егор-парк, принимал в нем участие также. Сейчас у меня некая пауза. Пауза не говорит… С чем она связана? Не говорит о том, что я отошел от данного вида деятельности. Пауза говорит о том, что я хочу просто перейти на новый уровень творчества. Что это значит? Немного преобразить. Я не могу сейчас рассказывать всех секретов, потому что я хочу сделать маленький сюрприз для зрителей. Потому что, знаете, хочется в любом деле добиваться как можно лучших высот и лучших достижений. И поэтому порой для того, чтобы достигнуть что-то новое и лучшее, нужно немного подготовиться. Вот сейчас именно тот период подготовки, так называемое затишье, после которого, я очень надеюсь, зрители Рязани, зрители России, не боюсь этого слова, увидят нового Александра Мая с новой программой, с новыми песнями и с новым жанром, который, немного вам расскажу, называется «Шансон Рэп». То есть это мой новый жанр, который я сейчас плотно над ним работаю с московскими продюсерами, с московскими музыкантами, частично с рязанскими. И я готовлю новый альбом из совершенно нового жанра, который я очень надеюсь, что будет современен и подойдет нашему зрителю. А как вам в голову пришла такая идея совместить рэп и шансон? Из дуэта Тимоти и Лепса? Ну, я вам хочу сказать, что я очень хорошо отношусь и к Тимоти, и к Лепсу, и ко всем людям, которые чего-то достигли, потому что они молодцы. Что бы про них мы ни говорили, это люди, которые заслуживают уважения. Но, тем не менее, я не могу повторять что-то. Потому что, повторив что-то, я буду таким же, как и они, но только повторение, это не есть успех. Все это я проанализировал рынок сегодняшних искусств, так сказать, всю деятельность, и пришел к выводу о том, что это будет очень актуально. Потому что шансон – это жизнь, это правда, это то, о чем мы живем. А рэп – это современность. И вот эта жизнь и современность в совокупности, она дает новый жанр, который так и будет называться – шансон-рэп. Я хочу сказать, что есть те люди, которые им занимаются, но у меня новое направление, которым я очень плодотово сейчас работаю. Какие-то сроки откройте нам тайну, когда поклонники вашего творчества смогут уже увидеть вас? Я думаю, как только в центре города появится афиша, что Александр Майя с премьеры концерта в Государственном Кремлевском дворце именно это и будет началом этой эпохи, так сказать, в моем личном плане. Но это, конечно, уже немного юмора я добавил в наше с вами интервью. На самом деле, я думаю, что от пары лет до трех – это будет тот оптимальный срок, когда уже буду готова к первому продукту. Я действительно и хочу сделать качественным. Я действительно не хочу ни на кого равняться, повторяться. Я хочу чего-то нового. И я, прежде всего, верю, что это получится. Потому что без веры в то, что это будет успешно, я бы это не делал. Поэтому очень хочется верить в то, что это все будет успешно. А каким темам будут посвящены ваши новые песни? Всем темам актуальны на сегодняшний день. Актуальны на сегодняшний день не так много тем, но в то же время не так и мало. Это жизнь, это социальные проблемы различного характера. Как я уже говорил, это проблемы и детей-сирот, это проблемы каких-то личных семейных взаимоотношений. То есть это то, чем люди живут. Потому что чем люди живут, ведь человек почему любит ту или иную песню? Он ее слушает и примеряет ее на себя. И он думает, что это про меня. Он ее начинает слушать, как бы под главного героя поставить себя. Тем самым песня начинает нравиться. Если человек слушает порой песню, может быть, на каком-то, немного не на русском языке, он даже не может ее для себя и примерить. Потому что как-то для него она немножко чужда. Поэтому я полностью склоняюсь, что творчество должно быть, прежде всего, патриотичное. То есть я считаю себя настоящим патриотом нашей страны. И я уверен и надеюсь на то, что наше творчество не должно уступать ни одному западному аналогу. Именно для этого мы должны плодотворно работать самостоятельно. Поэтому песня будет посвящаться повседневным темам, которые актуальны для каждого из нас. Как вам удается все успевать? Где вы черпаете энергию? Знаете, энергию в этой жизни можно черпать только от неба, от вдохновения, от любви. От любви к солнцу, от любви к жизни, от любви к вдохновению. И самое важное чувство, которое дает тебе силы, я могу сказать по себе, это то, что когда ты встаешь с утра и понимаешь, что ты кому-то нужен. Когда ты видишь хотя бы несколько неотвеченных вызовов в телефоне и понимаешь, что кто-то тебе звонил, значит, ты кому-то нужен. А если ты кому-то нужен, то это очень большой стимул для того, чтобы жить. Поздно вы, наверное, встаете, если у вас уже неотвеченные, пропущенные вызовы есть. Дело все в том, что мне даже круглосуточно звонят, поэтому, к сожалению, я ночью тоже... То есть у всех людей, то есть все спят люди по-разному. Кто-то днем поспит, а ночью делают какие-то дела, кто-то наоборот. Поэтому я отношусь тем людям, которым звонки поступают круглосуточно. Но так как все-таки мне необходимо тоже спать, поэтому иногда бывает такое, что я не успеваю. А на самом деле состояние нужности, оно очень дает много сил. И когда ты нужен, когда ты чувствуешь, что кто-то в тебе нуждается, это дает очень большое вдохновение. Спасибо вам большое за беседу. Я желаю вам успехов, процветания и хороших новых проектов. Напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня был исполнитель, автор и продюсер Александр Май. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова